Зинаиде Васильевне 87, но она все до мельчайших подробностей помнит, насколько сложными были военные годы в Красноярске, когда приходилось в 13 лет работать и в прямом смысле слова выживать. После гибели родителей, которые служили пограничниками на Дальнем Востоке, девочка в возрасте двух или трех лет попала в детдом, а через 10 лет переезд в Сибирь – новые испытания, война. Помочь, подсказать, да и просто научить, как справиться с трудностями, было некому. Днем работа на заводе в литейном цехе, вечером вместе с подружками шла в госпиталь помогать, ухаживать за ранеными. Газеты им носили, читали, письма отправляли там им, концерты ставили, что-то рассказывали. Мы на разгрузке были один раз, эшелоны, когда разгружали, и занесли, значит, мы… Наверное, человек шесть нас несло, мужчину, у него ни рук, ни ног нету, кулышка. Занесли когда в баню, и на лавочку посадили его. Ну, все девчонки побежали тех еще вывозить, а я с ним осталась, пока врач выйдет. Он мне рассказывает, у меня дома семь детей, и я вот приеду, какой. То, что закалило тогда в подростковом возрасте, помогло в дальнейшем. Всю жизнь работала в сахозе, муж тракторист, трое детей, а сейчас уже шесть внуков, семь правнуков и еще один праправнук. Все заботятся, не дают скучать, и вот перевезли Зинаиду Васильевну из Омска на юг. Она вяжет для них носки. Как только приедут внуки, каждый может выбрать для себя бабушкино вязание. Зинаида Васильевна признается, всю жизнь старалась, чтобы их детство не было, как у нее, голодным. Мы иногда из завода и не уходили, и спали там. Неохота было в общежитие идти. Есть было нечего. Мы, когда в свободное время, пойдем на поля, картошки мерзлые насобираем. Есть у Зинаиды Васильевны две мечты, которые никак не могут исполниться. Невозможно отыскать свидетелей, которые бы подтвердили, что воспитанница детдома трудилась на военном заводе. Поэтому ветеранам войны она не числится. Есть, видимо, у нее и в Уссурицке, и родственники. Возможно, родные сестры или братья. Ее девичья фамилия Федотова. Но собственные поиски ничего не дали. А в памяти остались худощавая мать, в военной форме отец и плачущий в люльке ребенок.